Всем привет! Сегодня речь пойдет о посылках из Китая и немного предыстории. Дело в том, что один мой клиент, у которого я обслуживаю систему видеонаблюдения и телевидения, это все происходит в небольшом кафе и у них в кафе для того, чтобы вызвать официанта, используется обычный китайский беспроводной звонок. Однако они столкнулись с очень интересной проблемой. Дело в том, что в этом звонке, в кнопке звонка используется батарейка, которая используется для работы в брелках автомобильных сигнализаций и некоторые посетители воруют батарейки из этих кнопок. Это было бы смешно, если бы не было так грустно и поэтому он мне говорит такую штуку. Вова, я слышал есть беспроводные звонки, которые работают без батареек. Я, честно говоря, так это все, я так скептически отнесся к этой информации, но как такое может быть, но все равно нужно подавать какой-то сигнал. Потом мы после этого сели за ноутбук и нашли на алиэкспресс действительно беспроводной звонок, который работает без батареек. Кроме того, пока мы лазили по магазину на алиэкспресс, мы еще нашли приветственный модуль и мы еще нашли обычную такую бытовую сигнализацию. Я вам тоже про эти девайсы расскажу. А сейчас мы остановимся именно на беспроводном звонке. Как и любой беспроводной китайский звонок, он состоит из двух модулей. Первый модуль это кнопка и второй модуль это сам звонок, база так сказать. Я сейчас включу его в сеть. Как видим, тут можно регулировать громкость. Нарисован громкоговоритель. И можно изменить мелодию звонка. КОНЕЦ Мелодий здесь очень много, но собственно это видео не об этом. Я думаю, все-таки как он может работать без батареек. Самое интересное, что я отметил, сам корпус беспроводного звонка выполнен из очень качественного белого пластика. Это совсем не такой пластик, который обычно идет в беспроводных звонках, которые продаются на рынке, магазинах. Пластик очень приятный на ощупь и чувствуется, что качественный. Но я все-таки предлагаю заглянуть внутрь и посмотреть, как же он может работать без батареек. Первое, что бросается в глаза, это посмотрите, какая здесь длинная антенка. Далее, вскрыв крышку корпуса, батарейку я так и не обнаружил. Но этого же не может быть. Батарейка все равно должна быть. Давайте снимем модуль и посмотрим, может быть она там где-то внутри. Но не будет же обычный пользователь так и долго разбирать для того, чтобы добраться до батарейки. Так, смотрим. Здесь тоже батарейки нет. Обратите внимание. Принцип работы такой. Когда вы нажимаете на кнопку, получается, вы приводите в движение сердечник. Сердечник, в свою очередь, генерирует электродвижущую силу в катушке. И этого импульса вполне достаточно для того, чтобы этот звонок мог работать на расстоянии до 100 метров на открытой местности. Ну, что я могу сказать, товарищи китайцы, это успех. Следующий девайс, который он увидел и сразу захотел заказать, это очень простенькая бюджетная сигнализация. То есть, это обычный датчик открывания дверей вместе с брелком. Давайте посмотрим, что же тут идет в комплекте. Итак, что идет в комплекте? Конечно же, мануал на английском языке, брелок один, сам дверной сенсор и магнит. Магнит нужно устанавливать на уровне батарейного отсека на расстоянии не более 1 сантиметра от дверного сенсора. Для того, чтобы включить дверной сенсор, слева есть тумблер. Справа можно ставить снимать с охраны с помощью кнопочки SET. Также снимать с охраны и ставить на охрану можно с помощью брелка. Кроме того, еще в брелке есть кнопочка SOS. И теперь посмотрим, как это работает. Ставлю на охрану. Ждем 20 секунд. Открываем двери. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вот этот противный виск, а виск реально противный, сирена работает громко и бьет по ушам, на обычный бип. И теперь при открытии дверей, при постановке на охрану, будет не сигнал сирены, а просто бип. Ставим на охрану, ждем 20 секунд. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вот так это работает. Итак, вот я смонтировал датчик на дверь. Магнит я смонтировал на дверь, а сам датчик смонтировал на дверной косяк. Расположил их рядом. И вот теперь я открываю дверь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ И происходит сработка. Безусловно, такой сигнализации доверить охрану серьезного объекта, конечно, не стоит. Однако, если вам нужно контролировать открытие двери, для того, чтобы происходила хоть какая-то сигнализация, а вы находитесь рядом, очень даже вполне пойдет. Вот моему клиенту такая сигнализация понравилась, что за очень бюджетную сумму денег осуществлять контроль за дверью кладовки с продуктами, находясь рядом. То есть, ему не обязательно находиться в поле зрения, он может находиться у себя в кабинете, но он прекрасно услышит, если дверь кто-то откроет без его видов. Следующий девайс, который захотел мой клиент, это приветственный модуль. То есть, он приветствует посетителя, когда тот заходит в помещение. Работает это по такому принципу. Здесь, в этом приветственном модуле, находится встроенный датчик движения. Кроме того, этот приветственный модуль может работать как простая сигнализация. Приветствовать этот модуль может на 11 языках. Громкость приветствия тоже можно регулировать. И работает этот модуль в трех режимах. Welcome, режим Smart и режим Alarm. Режим Alarm это режим сигнализации. То есть, мы поставим, снимаем сигнализации. И при возникновении движения в комнате, приветственный модуль начинает об этом сигнализировать. Приветственный модуль воспроизводит фразу приветствия в каждом случае, когда в комнате происходит движение. Но есть режим Smart Mode. Это на тот случай, если человек находится и двигается в помещении некоторое время. Для того, чтобы приветственный модуль не надоедал своими приветствиями, здесь придумали режим Smart. То есть, приветственный модуль поздоровался. После этого, некоторое время, пока он светится красным светом, он не здоровается. И после того, он опять здоровается при возникновении движения в комнате. Давайте посмотрим, как это работает. Smart Mode. Вот режим Smart. Приветствуем вас. Произошло приветствие. Экранчик светится красноватым светом некоторое время. Потом потух. Приветствуем вас. После следующего движения, опять происходит приветствие. Welcome Mode. Режим Welcome. Приветствуем вас. При каждом движении, приветственный модуль приветствует. Приветствуем вас. Ну, честно говоря, он немножко задал бывает. И режим охраны. Приветствуем вас. Переход в режим Аларм или режим охраны происходит с самой нижней кнопкой на пульте. Там, где нарисован замочек. После нажатия происходит автоматическая постановка на охрану. И после прекращения звуковых бипов, модуль уже будет в режиме под охраной. Аларм модуль. Аларм модуль. Аларм модуль. Время. Все. После прекращения звуковых сигналов, модуль встал под охрану. Имитирую движение в комнате. В режиме охраны постановка и снятие с охраны происходит вот этой кнопочкой. Работает приветственный модуль от трех батареек формата 3А. Но если вы не хотите постоянно менять на нем батарейки, есть здесь разъем microUSB и таким образом вы можете запитать этот пресный модуль от обычного зарядного устройства для мобильного телефона. Закрепить на поверхности этот модуль можно или с помощью двухстороннего скотча, который идет в комплекте, или с помощью вот таких вот двух саморезов, которые тоже идут в комплекте. Приветствуем вас. И вам здравствуйте. Впечатления о работе девайсов остались у нас самые хорошие. Особенно нас порадовал беспроводной звонок без батареек, который реально работает без батареек. Если вы хотите себе приобрести подобные девайсы, ссылки на них будут внизу в описании под видео. На этом все. Если видео вам понравилось, было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы быть в курсе всех моих последних видео. А также все вопросы задавайте в комментариях.